Россия, принеся в жертву свой продовольственный рынок в пользу политических амбиций, активно ищет альтернативу европейским поставщикам сельхозпродуктов. И теперь российские чиновники, еще недавно с высокомерием говорившие с центрально-азиатскими сельхозпроизводителями, спешно призывают их поставлять продукты на свой рынок. В Москве уже разработали план, согласно которому для них открываются рынки Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. «Сегодня есть у нас много препятствий для этого. Тем не менее, я думаю, что мы можем, несмотря ни на что, объединив наши усилия, поработать над тем, чтобы, во-первых, организовать большие объемы экспорта сельхозпродукций из Кыргызстана в Россию, и, с другой стороны, заполнить те ниши, которые образовались сегодня на прилавках российских магазинов». Пустая продовольственная ниша в России – это десятки, а, возможно, и сотни тысяч тонн продуктов из Евросоюза, которые попали под путинское эмбарго. Санкционный список Кремля сейчас пристально изучают в Бишкеке. Чиновники составили примерный перечень товаров, которых могли бы экспортировать на российские рынки. «В поставке есть винограды, хурма, гранаты, арбузы, дыни. Есть в поставке еще картофель. Планируется потом поставка фасоли и других культур». Глядя на такой скудный перечень предполагаемого экспорта, можно констатировать, что и объем его будет невелик. А причина тому – вся та же российская власть. Москва в течение многих лет под разными предлогами выдавливала среднеазиатских производителей, отдавая предпочтение европейцам. Отсутствие большого рынка экспорта заставило фермеров региона сфокусироваться только на внутреннее потребление. «Союзы для того, чтобы объединить наши усилия и увеличить объемы поставки, тем самым заинтересовать партнеров с Российской Федерацией. То есть по одной машине мы не продадим. Это мы должны очень грамотно, четко понимать. И для этого мы должны с вами делать. И прежде всего это должны делать сами предприниматели, объединяться в ассоциации. Вы друг друга знаете». Тем не менее, в Бишкеке заявляют, что готовы поставлять в Россию до 200 тысяч тонн различной сельхозпродукции. Наблюдатели отмечают, что Кыргызстан попытается воспользоваться шансом и закрепиться на российском рынке. Это позволит в будущем модернизировать сельское хозяйство страны. Однако резкое перенаправление товаров с внутреннего рынка на внешний, по мнению экономистов, может привести к резкому подорожанию продовольствия в самом Кыргызстане.